Ротари-ротарианцы Барбара, в этом году у Ротари есть свой девиз. Скажите, пожалуйста, об этом девизе и что вы под этим понимаете? В этом году, hasłem року ротарианского есть «Be the gift to the world». В этом году девизом Ротари есть «Сделай все для служения общества». Истотом этого есть факт, что мы все имеем уникальные умения и умения, которые мы можем использовать для того, чтобы помочь другим, чтобы оставить тратый след. Идея этого девиза заключается в том, что все мы обладаем ротарианцами потрясающими талантами и способностями, которые мы должны посвятить всему миру. Таким одним из самых важных даров, каким может быть, каким может быть, может быть, может дать ротари, то есть właśnie «Свят волный от полио». И одна из таких задач является освобождение мира от болезней полиомиелита, потому что это одна из тех задач, которые мы должны, ротарианцы, решить в первую очередь. Барбара, одно из направлений ротарианского движения – это борьба за мир. Для нас в Украине сегодня это, наверное, одна из наиболее вот таких актуальных задач. Насколько ротарианское движение в мире знает о ситуации в Украине и чем оно готово помогать? Я знаю, я понимаю. Ну, мы знаем, значит, что мир ротарианский знает о той ситуации, потому что на конференции, которая была в Сан-Диего, для всех губернаторов всего мира, та спраа была порушена. Я всегда говорил о том, что мой муж тоже говорил. Ротари не проводят, как бы, это аполитический, но я думаю, что если говорить о помощь humanитарной и такое поддержку, то мы можем о том думать очень серьезно. Вы не можете себе представить, но о том, о ситуации в Украине. Мы в Ротари знаем достаточно много, и в том числе на Международной Асамблее в Сан-Диего, в Калифорнии, я проходил подготовку, об этом также шла речь. Мы, конечно, ротарианцы, не можем какую-то политическую излагать позицию, но мы должны сделать все для того, чтобы решить гуманитарные вопросы, связанные с этой ситуацией. Барбара, насколько я знаю, у президента Ротари Интернешнл есть как бы свой личный опыт, понимание тех проблем, которые возникают в странах, где возникают конфликты какие-то. Да, я знаю, я знаю. Так, ну, наш президент есть из Сри-Ланки и там тоже была война домовая, были замешки, были walkи, люди гиняли. Поэтому он тоже с такой надзием смотрит на Украину, что это тоже закончится, что надо будет покой для Украины. Президент Ротари Интернешнл, он родом из Сри-Ланки, там тоже шла гражданская война, там были столкновения, там гибли люди. Поэтому он не понаслышке знает о том, как нужно решать подобные вопросы. Барбара, что бы вы хотели пожелать Ротарицам Украины? Барбара, что бы, чтобы этот рух еще дальше развил в Украине. Тем более, что мой рот, который закончился 1 липса 2016 года, это последним wspólным дистритором. От этого времени Украина будет самодельным дистритором. И это тоже большой засчет для Украины, иметь свой дистритор в своем стране. Но это тоже и очень большие требования. Так что желаю моим украинским коллегам, чтобы эта изменяна возбудила много энтузиазма и много новых возможностей. Я хотел бы пожелать своим украинским друзьям дальнейшее развитие роты. Как известно, скоро в 2016 году Ротари в Украине будет самостоятельным. И это, конечно, очень большое достижение для украинских ротарианцев. Но одновременно это таит в себе очень много вызовов. Поэтому я хотел бы пожелать нашим украинским друзьям всего самого доброго, чтобы они справились со всеми проблемами, которые возникают. Спасибо, Барбар. Ну и мы желаем вам, чтобы у вас все складывалось хорошо и чтобы ваше ротарианское движение в нашем дистрикте и вас радовало, и людям приносило и радость, и пользу, и счастье. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.